Продолжение следует... 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 как для активиста гражданского контроля, это все заинтересовало, и меня заинтересовал второй человек, который не захотел представляться, ну, я говорю, объясню, что это 5-4 закона полиции, так и так нужно обязательно представиться, почему? Потому что мне это нужно, чтобы я написал на вас жалоб. Ну, я начал отказываться, и в это время другое полицейство мне просит документы. В одной руке я держу телефон, во второй достаю документы, и в это время у меня в кошелек и документы находятся вот здесь вот. То есть, чтобы достать документы, мне нужно было, ну, секунд 30, наверное, 40, чтобы двумя руками, а потом достать, чтобы никуда, никуда, телефон мне не положить было никуда. Поэтому из-за двух занятых рук этот процесс происходил медленно. Я доставал документы, и тут же же полицейский говорит, пойдемте в машину, и говорит, подождите, так документы или что, или машина. Да и вообще я хочу ознакомиться, что все, что касается меня, я хотел бы, согласно 2-4, 2 Конституции, ну, 5-7 закона полиции, я хотел бы узнать, что против меня, как, как будет складываться разговор, то есть, на что мне основываться, как мы будем вести правовой разговор, то есть, согласно все по закону. И когда мы разговаривали, он успел мне еще один раз сказать, пойдемте в машину, я говорю, подождите, я еще документы не достал. И потом мы потихоньку, я начинаю подходить к машине, я поставил, мне кофе было в руке, я поставил. Подождите, а как у вас был в руке, у вас был телефон, и документы доставали, и вот это? Я когда, когда на тротуаре, ну, жалко, полицейского нет, он бы все объяснил, там рядом стоял пешеходные столбики, что есть, чтобы машины не проезжали, но он проехал немножко по-другому крути, и там были вот эти пешеходные столбики, которые пешеходы проходят, а машины не проходят, чтобы на тротуаре заезжали. И я как раз ставил этот стаканчик на этот, на этот столбик. И временами поставил и... Подождали пить и записывать. Да, документы я ему передал, взял кофе, пью, и тут совершенно неожиданно, я даже не ожидал этого движения, меня с двух сторон, но я, видимо, не смотрел на них, и для меня было совершенно неожиданно, что они начали мне крутить в руки. Я ничего не понял, почему это, зачем? Вот, ну так, с основаниями, так они мне и знакомили. И согласно 14-3 законополиции, они не предупредили, что они будут производить задержание, я даже не знал об этом. Вообще наш правовой разговор еще не дошел до этого момента, чтобы это было все... Ну, до этого этапа еще не дошло. Полицейские как-то слишком куда-то торопились, действовали слишком быстро, опережая регламент правового раствора. Вот, и поэтому... Я же подробно начинаю... Ну, я как мамка родная, постоянно бегаю за полицейскими, начинаю объяснять, просто неплохо соображать, они много чего не знают. И поэтому делаю постоянные замечания, и стараюсь, ну, чтобы они этого не делали, ну, все-таки полиция, мне хотелось бы иметь, ну, в нашей стране более... Полиция, 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 полиция. Дальше они меня заламывают, я не сопротивляюсь вообще. Я читал протокол, и, честно говоря, меня просто немножко шокировала запись, то, что я его дергал, или что... Я руки нормальные, я шокирист, я знаю, как себя вести в этих случаях. У меня большой опыт, мне неоднократно заламывали руки, и я прекрасно знаю, что лучше в такой ситуации не сопротивляться. Я очень хорошо понимаю закон. Такое документ им передали или нет? Да, документы от сразу. Документы, они были в руках, и почему-то они попросили, ну, как я могу догадываться, ну, возможно, я могу ошибиться, но для того, чтобы меня пробить по базе, чтобы я сел в машину. Может быть, для этого они мне в машину, но это всего лишь предположение. Зачем они мне в машину хотели завести, и, честно говоря, мне непонятно. Ну, я бы, возможно, я бы сел в машину, возможно, нет, но все зависит от их неукоридей. Ну, если бы они не сказали, что они меня будут задерживать, все, ну, конечно, я бы сам пошел, сел в машину, и все. Ну, что произошло дальше, когда вам взяли, разломили руки? Дальше, да, они, ну, там, конечно, там очень много было грубости, я думаю, это не стоит рассказывать судье, потому что видеозаписи у меня нет. Сейчас видеозапись я хочу получить от другого человека, который меня на поддержке был, который снимал все это, процесс со стороны, он появится, если эта видеозапись будет в интернете. Я надеюсь, если эта видеозапись получилась. Если эта видеозапись не получилась, то, да, я не буду писать, наверное, жалобу. Почему? Потому что у меня оснований никаких нет. То есть фактов, которые, которых я могу винить сотрудников полиции, если у меня на руках не будет ничего, а просто пустые голые слова. А, кстати, видеозапись, которая снималась, они удалили. То есть, если программа восстановления удаленных файлов, этот файл найдет, который они удалили, то, может быть, еще будет у меня этот факт, и есть при необходимости, я бы с удовольствием вам... То есть, до того, как вам заломали руки, я понимаю. Потому что, когда заломали руки, явно запись нести не могли. Я включил телефон, я сразу, когда они попросили... А, сначала мы просто опереговаривались, мы обсуждали, я не хотел, чтобы они проезжали дальше по тротуару, по пешеходу. Я требовал, чтобы они отъехали назад. И, как положено, там рядом было место, ну, буквально метров 15 за день ехать. Они могли бы вместе припарковаться без проблем. И, честно говоря, мне непонятно, почему. Потом, как выяснилось, мы долго потом разговаривали, мы проходили, пока ожидали медэкспертизы, которая показала то, что я трезвый по алкогольному объединению, по наркотическому. Три экспертизы мы прошли, и все эти экспертизы показали, что я не нахожусь в состоянии алкоголизации. Вы представлены заключение, да? А, есть, да, вот. А, есть, да, вот. А, есть, что-то вообще не медицинское дело делать. Вот. И мы долго разговаривали, и в ходе разговоров выяснилось, что это был просто-напросто принцип. Я включил свой принцип, они включили свой принцип полицейский, и два наших принципа столкнулись. Я тоже принципиально, но я действую строго по закону. Закон я никогда стараюсь не нарушать. Почему? Потому что я его знаю, и всегда знаю, как действовать в таких ситуациях. Ну, что-то добавили. Да нет, сейчас у меня ничего нет, это просто все, что я могу объяснить. Если видео появится, то да, может быть, тогда, может быть, буду писать жалобы. В принципе, сказать мне больше нечего. Ну, я думаю, вы поняли, да, всю картину, так что... Да, это было как-то. Еще раз. Тогда это мы увидим. Ну, а зачем? То есть, если у полицейского есть факты, ну, ну, тогда где-нибудь... Мы обращаться здесь будем, да? Да. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Спасибо. 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 Спасибо.